Да, все, я включил запись. Добрый вечер всех. С праздником свободы. И естественно, что... Сейф, ты слышишь? Я включил запись. Ты включил запись? Раз, два, три. Ты включил запись? Запись включена. Да, да. Да, все хорошо. Значит, я тогда еще раз повторю, что добрый вечер и всех с праздником свободы. И напомню, что свобода – это не такое простое дело. И думаю, что... Слева аудио, пирофон, нажми на него. Я должен нажать, да? А, меня не слышно? Слева аудио, я должен нажать на него. Слева аудио. Так, у меня вот... Нет, 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 все отлично, все отлично, все отлично. Я просто сказал... А, отлично. Прости, продолжай, все нормально. Хорошо. Итак, я еще раз начинаю. Всех с праздником свободы. Свобода – не такое простое дело. То, что за нее нужно бороться постоянно, это у нас научили Тора и Раби Акива. Тут можно, Леавдель вспомнить слова Пушкина, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет на них, за них на бой. И это действительно, это относится ко всем нам, потому что свободу предполагает постоянный пояс, постоянное выяснение истины, постоянное установление, как бы, приоритетов, ценностей. И борьбы за них, потому что и собственное дурное начало, и окружающее общество навязывают нам ложные вещи, ложные представления. И все время, все время нужно бороться для того, чтобы по-настоящему быть, по-настоящему быть свободным. Вот это, как бы, такое замечание. Сейчас мы с вами начали отчет умера, и я просто два слова, чтобы связаться с нашим временем, в котором мы живем, постараюсь сказать о смысле этой заповеди. Что смысл заповеди заключается в том, что возникает такая парадоксальная, замкнутая цепочка, что, с одной стороны, Тора – это единственный инструмент, который может человеку помочь очиститься, очистить свои представления, обрести истинные представления. С другой стороны, для того, чтобы воспринять Тору, человек уже должен быть человеком. Как выйти из этого замкнутого круга? Мы помним, что сыновья Израиля, которые вышли из Египта, они находились на 49-й ступени нечистоты. То есть, как мы помним, речь идет не о нечистоте ритуальной, а о чистоте представлений. Представления о мире, о Всевышнем, о человеке, о достоинстве человека, о его роли в жизни и так далее. Все это в древнем мире очень трудно было обрести, практически невозможно. Сыновья Израиля очень близко подошли к египтянам, к их представлениям. Как теперь получить Тору с такими представлениями? И Всевышний сделал такую вещь. Он помог свыше очиститься, приблизиться к истинным представлениям для того, чтобы подняться на уровень Тора и уже двигаться дальше. Но, как всегда, действие свыше, оно не бывает без желания снизу. Все-таки у человека должно быть желание очиститься, обрести верные представления. И вот на протяжении 49 дней до дарования Тора Всевышний помогал сыновьям Израиля очистить их душу. Но для этого нужно было желание. И поэтому у нас есть заповедь такая, отчитывая дни до Шевуота. Каждый день, каждый день мы считаем, вот еще один день, еще один день. Но этот отчет, это не просто скорее бы получить Тору, а это также желание очиститься, желание подойти к Торе с верными, уже как бы сформировавшись, с верными качествами душевными и духовными. Поэтому каждый день отчета до Шевуота, как мы знаем, он посвящен одному из качеств души. И вот мы начинаем первую неделю. Мы говорим, что первый день – это милость, которая в милости. Второй день – это непреклонность, которая в милости и так далее. Мы движемся, у нас семь качеств души. И каждый из этих качеств должно сочетаться с другим, потому что, будучи доведено до абсолюта, просто как бы само по себе, оно не уживется, не устоится в этом мире. Идея в том, чтобы все эти семь качеств сосчитать друг с другом и таким образом сформировать некоторую систему из 49, как мы представляем, сочетание из 7 по 2, оно дает 49. И дальше мы можем подняться на следующий уровень, скажем, на 50 уровень, по крайней мере заглянуть туда и получить Тору. В этом идея как бы нашего времени, после исхода, после такого всплеска сильного, нужно подойти к верным представлениям, получению Торы. А для этого нужна помощь свыше. И вот мы отчитываем эти дни, говоря, что мы хотим очиститься. Тогда мы хотим очиститься, очистить свои представления, тогда есть помощь свыше. И не 49 дней мы с вами поняли, что есть 7 качеств, каждый из которых должно сочетаться с другим. И этому времени посвящено, скажем, та литература, та традиция, которая существует, она вся связана как бы с несовершенствованием качеств, или по крайней мере с раздумьем, с размышлением над качествами. Это и книга Руд, которая говорит о качествах человека, если нам удастся, мы с вами подробнее это разберем на занятиях по книгах Танаха. Это и изучение Перки Абот, и учение отцов, которые принято в это время от Песаха до Шивуа, учить Перки Абот. И так далее, и так далее. Многие-многие другие вещи мы постараемся с вами еще упомянуть относительно качеств и того, что традиция связывает с этим временем. Окей, здесь есть какие-нибудь вопросы, или мы можем перейти конкретно к нашей теме. Раз, два, три вопросов не возникло, тогда мы переходим к нашей теме. И я напоминаю, что мы с вами стараемся представить себе, может быть, не совсем тривиальным, необычным образом, но я вам сказал единственным правильным, передачу нашей традиции из поколения в поколение. И мы говорили о том, что традиция передается как свиток Торы, и передается устная традиция. И устную традицию запрещалось записывать, потому что считается, что усвоить истинные знания можно только у учителя. Но, тем не менее, впоследствии из-за сложившихся условий мудрецы приняли решение записать устную традицию. Это не так-то просто. Для этого ее нужно было как-то оформить, преобразовать определенным образом. И, скажем, работа, настоящая такая углубленная работа над записью устной Торы, которая проводилась еще устно, она началась в преддвериях восстания Барковбы. И ее, скажем, инициатором был раби Акиба, который видится, рассматривается, как некоторая такая призма, в которой собралось все учение, которое было до него. И он пропустил через себя это все учение. И, как бы, скажем, ну, так образно говоря, можно представить себе, что он собрал все в такой единый пучок света, а выдал из себя такие части, похожие на радугу, разложил этот цвет на части. Мы сейчас попытаемся представить себе, о чем идет речь. Прежде всего, скажем, мы знаем, что в дальнейшем основной книгой, основным трудом, в котором нашло свое отражение устная Тора, стал Талмуд. Талмуд состоит из мишны, коротких высказываний мудрецов, которые, в общем-то, не обсуждаются. Если есть противоречия в этих высказываниях, то в редчайших случаях в самой мишне они как-то разбираются. А так, как мишна, это просто короткие высказывания мудрецов. И сама мишна говорит о том, что, или, скажем, не мишна, а Талмуд говорит о том, что «став мишна келави мир». Если просто упоминается мишна и не указывается, чье это мнение, то это мнение Раби Мейра, одного из учеников Раби Акиба. То есть Раби Акиба поручил Раби Мейру собрать высказывания мудрецов, сформировать их, что-то включить, что-то оставить вовне по многим признакам, скажем, и сделать так, чтобы не было никаких повторений. Потому что мишна, у нее есть свойство такой неизбыточности. Если мы в мишне встречаем информацию, которая повторяет так или иначе, даже не в тех же словах, и повторяет друг друга, то мы говорим, здесь нужно объяснение, здесь нужно понять, о чем хотели сказать, потому что два раза одну и ту же информацию не стали бы повторять. Эта работа была Раби Мейра. С другой стороны, нельзя было упустить ничего, нужно было отразить все школы, все мнения. Это то, что он должен был сделать. Это начало его работы, которая велась устно. Раби Мейру, он не погиб во время восстания Барковбы. Он продолжал жить после того, как Раби Акиба погиб в конце восстания Барковбы. Он продолжал дело, которое получил ему Раби Акиба. Другим учеником Раби Акиба, который работал над записей устной Торы, был Раби Шимон Бар Юхай. Раби Шимон Бар Юхай, если Раби Мейру было поручено собрать закон, то Раби Шимон Бар Юхайу было поручено собрать эзотерическое учение, которое впоследствии нашло свое отражение в книге «Зоор». Разделение учения на часть закона и, условно говоря, на мистическую часть – это дело рук Раби Акиба. Раньше это было все неразделимо, все обсуждалось вместе и видели основу, духовную основу любого закона, видели и разбирали ее. И иногда в Мишне мы это можем заметить с вами. Но, в принципе, Раби Акиба, он понимал, что невозможно передавать дальше Тору. И он прежде всего сделал две линии. Две линии – это закон и это такая мистическая, смысловая линия, которая нашла отражение в книге «Зоор». Теперь давайте посмотрим, как сам Талмуд или Мишна говорит о Раби Акибе, о его работе. Мы открываем с вами Мишну, только Мишну в Перке Авод, поучение отцов. Но только это поучение отцов, оно идет не из Бабилонского Талмуда, а из Иерусалимского Талмуда. То есть вариант поучения отцов из Иерусалимского Талмуда. Мы подойдем с вами обязательно к Вавилонскому и Иерусалимскому Талмуду, как они образовались. Пока мы говорим о Мишне, здесь не приходится говорить о разделениях, потому что Мишна в Иерусалимском и Вавилонском Талмуде, она одна и та же, за исключение Перке Авод, за исключение поучения отцов и поучения отцов, которые находятся в Иерусалимском Талмуде. В принципе, оно очень похоже, но в то же время в нем есть много-много дополнительной информации, некоторое другое отношение ко многим событиям. Вот это Перке Авод поучения отцов, которое находится в Иерусалимском Талмуде, оно называется Перке Авод де Раби Натан, Перке Авод, который составил Раби Натан. Мы сейчас не будем говорить о том, кто такой Раби Натан, потому что иначе мы с вами разбросаемся, а мы посмотрим, что говорится в Иерусалимском Перке Авод, в Иерусалимском поучении отцов, о Раби Акида. И вот говорится, что здесь, что Раби Иуда Насил, тот, кто жил позже Раби Акида, говорится, что Раби Иуда Насил родился тогда, когда умер Раби Акида. Раби Акида был казнен в 135 году этой эры, и вот тогда же родился Раби Иуда Насил, Раби Иуда Князь, который живет в то время, когда налаживаются более-менее отношения между Иудой и Римом, ну, налаживаются, может быть, это громко сказано, но какие-то отношения возникают, и римляне готовы восстанавливать Иудею, которую они полностью разорили, уничтожили все источники существования, все источники экономики, они готовы начать восстанавливать Раби Иуда Насил. И у него возникают связи с римским императором Марком Антонием, и они даже обсуждают какие-то вещи. И вот Раби Иуда Насил живет в Ципории, становится таким руководителем, признанным руководителем, который представляет интересы народа перед римской администрацией. Заглядывая, как бы, глядя назад на своих предшественников, он дает характеристики тем, кто жил до него, великим мудрецам, которые жили до него, и дает оценку их работе. Я, по-моему, забыл сделать шер, правильно? Вы не видите текст, который у меня на экране? Не видно, не видно. Нет, не видно, Раби Иуда Насилов. Нет ничего. Секунду, секунду, секунду. Мы восстанавливаем эту ошибку. Мы восстанавливаем эту ошибку. Так. Мы делаем шер, нажимаем шер. И заново поднимаем этот кубец. Вот так видно? Если текст виден, то отлично. И вот Раби Иуда Наси, он перечисляет достоинства мудрецов, тех, кто жил до него, его предшественников. И он говорит о Раби Акива так. Раби Акива похож на работника, который взял коробку, может быть, корзину, и вышел наружу, то есть вышел в поле. И когда он находил ячменное зерно, он клал его, имеется в виду в отдельное какое-то отделение этой коробки, находил пшеничное зерно, клал его в отдельное отделение, и находил ячменное зерно, клал его в отдельное отделение, находил зерно полбы. Это такое растение, недоразвитая, скажем, пшеница немножко. Может быть, так его можно охарактеризовать. Брал полбу, клал его в отдельное, находил еще зерно и клал его еще в отдельное отделение. То есть, каждое зерно он отделял и выбирал пшеницу саму по себе, ячмень саму по себе. Вот, и здесь, скажем, Полин, как это сказать по-русски, ну, кто мне подскажет, Полин, как это по-русски, фасоль, фасоль клал ее отдельно, да, и так далее. Вот, так делал Раби Акива и сделал Тору, да, как бы отделение-отделение. Или кругами-кругами, может быть, так можно сказать, кольцами сделал Тору. О чем идет здесь речь? Раби Акива для подготовки устной Торы в записи, он, как мы можем с вами сказать, он сделал из единого учтения, у которого не было ни конца и начала, да, у которого одна тема вытекала из другой, у которого закон был связан с, скажем, представлением о духовном мире, и все эти моменты разбирались вместе, он сделал из этого примерно греческую библиотеку, когда можно было и всю Тору разделить на разделы по темам, на разделы по темам, и учить не в связи с текстом Торы, когда, скажем, да, главу бережит, скажем, зацепиться за одно какое-то слово и разворачивать оттуда самые разные темы, связанные с законом, связанные с моральным законом, с моральными представлениями, да, разворачивать все это из одного слова или из одного предложения, он разбил по темам закон, он разбил по темам, и таким образом образовались шесть разделов, шесть разделов Мишны, шесть разделов Мишны, которые впоследствии перенял, как бы, эти разделы, по ним пошел, и по ним дальше формировал Мишну и Раби Мейер, и Раби Иуда Анаси, ученики которых буквально уже руками начали записывать устные учения, прежде всего Мишну, где-то в 220 году этой эры, началась запись уже руками, вот устная работа, которая велась, начиная с Раби Акива, она была не только, не только сохранением того, что было, и, может быть, даже не столько сохранением того, что было, а преобразованием в таком виде, в котором человек, человек может учить, осваивая каждый раздел, прежде всего, закон Торы, а потом уже духовную сторону. И понятно, что это, скажем, можно сказать так, было спуском на ступень вниз. Понятно, что ассоциативная учеба, когда одно вытекает из другого, строятся связи самые разные, и когда ты, скажем, в законах, в законах о нанесении ущерба человеком, человеку, ты видишь, как бы, отражение каких-то высших миров, проблем, которые есть в высших мирах, это одно. Другое дело, когда ты садишься и учишь раздел за разделом, что сказал такой-то мудрец относительно этого закона, а что сказал другой мудрец относительно этого закона. Прежде всего, ты поставишься это все запомнить, и только потом уже начать разбирать и осмысливать, и выяснять, что имел в виду один, и что имел в виду другой. То, что существовало до Раби Акива, это, скажем, можно охарактеризовать как мидраж, когда берут какой-либо раздел, берут какой-либо, не раздел, а берут какую-либо книгу Торы, и идут по ней предложения, за предложением. Скажем, попробуем представить себе. Скажем, мидраж. Раби Акива также попытался, скажем, сохранить, его ученики попытались сохранить, но не в таком, скажем, виде, который является, или, скажем, не делая из него книгу, которая является основной для передачи из поколения в поколение. И тот мидраж, которым мы пользуемся, который является для нас помощью и в понимании Мишны, и в понимании Талмуда, он разбит таким образом. У нас есть мидраж на книгу «Шмот». на книгу «Шмот», и этот мидраж называется, этот мидраж называется «Михилта». Он идет, мы сейчас приведем, попробуем привести с вами, привести, попробуем с вами примеры, чтобы не быть голоснованными. Но пока вот такая теория мидраж на книгу «Шмот» – это михилта. И михилта ее также составлял, разрабатывал Раби Шимон Бар Юхай, Ражби. И михилта, мидраж, то есть разъяснение текстатуры не по темам, а когда идут по тексту Торы, это, мы с вами опять же говорим, что это михилта, и это плод труда Раби Шимона Бар Юхая. Мидраж на ваикра – это сифра. Называется сифра, и над ним работало несколько мудрецов. Мудрецов над ваикра – сифра. На помидбар – это сифри. И на книгу «Дворим» также продолжается тот же мидраж, который называется сифри. Это, скажем, вспомогательная литература, которая в какой-то степени пыталась, скажем, пыталась сохранить ту школу изучения, которая была раньше. Мидраж – комментирование текста Торы, комментирование предложения Торы один за другим. Напоминаю, что Раби Акива и от мидража, от рассмотрения текста Торы перешел к темам, которые оторваны от текста Торы. И текст Торы часто не упоминают. Шесть разделов смешных, с которыми мы сейчас с вами попытаемся познакомиться. Для примера возьмем, для примера возьмем, посмотрим, мидраж. Мидраж. И вот мидраж из Мехилта, из главы Мешпатим. Что же нам здесь говорится? Ага, да. Вот, теперь, значит, говорится так. Вот представим себе мидраж. Берем предложение из книги Мешпати, из главы Мешпатим, из книги Шмот. Мы помним с вами, что глава Мешпатим, на которой мы как бы остановились, и мы к ней еще вернемся, она занимается законами, связывающими человека и человека. И вот мы берем. Когда человеки, выишки и ке, коль нефиш адам. И человек, когда ударит, как бы, любую душу другого человека. Мы сразу подозреваем уже с вами, что ударит душу, наверное, наверное, он его убьет. Да? Но это не сказано четко. Что значит ударить душу? И вот Мехилта начинает разбирать и говорит, что слышу я, что даже если он ему даст подчетчину, скажем, да, ударит его так, для, может быть, сильно, но не с целью убить, а опозорить, да, что же тогда? Что же тогда? Как я пойму? Тамуд ламад, Тора, говорит нам, маке иш вамет. У меня в другом сказке вместе сказано, что ударит человека, и тот умрет. Значит, когда сказано, что всякий, кто как бы бьет душу человека, он подлежит смерти. Я понимаю из другого места, да, что, скажем, что речь идет о том, когда он ударил, и он убил человека. Он не будет повинен смерти, тот, кто ударил, пока не выйдет душа, то есть пока он не убьет. Дальше продолжают и рассматривают, Медраж останавливается, на том же слове говорит, маке иш, тот, кто ударил человека, что я понимаю, тот, кто ударил человека, в общем-то написан на мужчину, и можно понять мужчину. Я могу понять, что тот, кто ударил мужчину, значит, за убийство мужчины, как я уже понимаю, речь идет об убийстве, убийство мужчины, наказывается смертной казнью, а как же с женщиной, как же с маленьким, который не является мужчиной, с ребенком, откуда это я могу вывести, Тора сказала, в другом месте, в ишке, яке коль нефишадан, человек, который ударит, ударит любую душу человека. Здесь мы видим построение, которое строится непосредственно в тексте Тора. Вот мы начали ударить душу человека. А что значит ударит? Я могу понять, что он даст пощечину. А в другом месте у меня сказано, что он убьет человека, и у того выйдет душа. Значит, я понимаю, что речь идет об убийстве. Но в этом месте у меня написано, что он бьет мужчину, он убивает мужчину. А как же с женщиной? Да, тогда я возвращаюсь к этому посылку, из которого я начал, и говорю, что он бьет каждую душу человека. Каждую душу человека. Я понимаю, что убийство любого человека, будь то женщины, будь то маленькие, это просто душа человека. Она когда выходит, тогда это и называется убийством, которое влечет за собой смертную казнь. Это пример Медража. Мы видим, что Медраж привязывается к тексту Торы. Раби Акива строит систему законов, которые не привязаны к тексту Торы, которые, опять же, разбиты просто по разделам. Прежде чем мы с вами перейдем к разделам Мишны, я вот смотрю час. Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Послушай, для того, чтобы сейчас, мы не видим ничего. Сделай стоп-шер, нажми снова на шер и выбери документ, который хочешь показать. Да, 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 да. Обязательно. Вот документ, который я хотел показать. Да, ты слышишь меня? Да, да. Я разве, вот сейчас нет, разве не так? Сейчас виден экран? Виден, сейчас виден. Сейчас виден экран. Тогда две секунды, скажем, уделим тому, чтобы просто посмотреть этот документ, который я, к сожалению, не понял. Сейчас, секунду. Да. Окей? Да, сейчас видно, все отлично. Да. Значит, вот у нас книга Шмот с вами, да, книга Шмот, и на нее есть медраж, основной медраж, это Михилта, Михилта, которую составил ученик Раби Акиба, Раби Шимон Бар Юхай. Все медражи, которые есть, они также идут из школы, из школы Раби Акиба. Как мы сказали, он собирает себе, как призма, все, что было до него, и выдает дальше. Еще раз подчеркиваю, что медражи не становятся основной книгой, основным предметом изучения. Они сохраняют в какой-то степени ту систему изучения, которая была раньше, как бы для того, чтобы показать ее и продемонстрировать. Итак, Шимот, это Михилта. Ваекра, это сифра, называется сифра, но Михилта слово, может быть, надо его понести, пояснить, от Михилта, от слова кулель, который вмещает в себя все. Сифра, это на арамейском написано, это книга, это книга, то есть с определенным артиклом, как бы, алиф на конце, в арамейском, это определенный артикль, подчеркивает, что Ваекра является, как бы, основной книгой для комментария. Вемидбар называется сифры, моя книга, и Дворим также называется сифры. Называется сифры. Это, скажем, если даже есть какие-то здесь неточности, то это основное разбиение на книге. Мы видим Шимот, Дворим, Ваекра, мы видим Шимот, Ваекра, Вемидбар и Дворим, мы видим, что перешит пропущено, как бы не было времени, заниматься тем, что меньше связано с законом, перешит, начали с книги Шимот, которая, которая говорит о законе. И теперь, когда вы видите текст, в качестве небольшого повторения, мы видим, что Мидраж, Мидраж, как бы, цепляется за фразу Торы, «яке коль нефиш адам», тот, кто ударит душу, душу человека, любого человека. Вопрос, ударит или убьет? За что полагаются смертные казни? Ответ, из другого места Торы мы видим, что сказано, что ударит как бы мужчину, и тот умрет. Тогда возникает вопрос, а почему же именно мужчину, что делать с женщиной, и что делать с маленьким? Ответ, мы как раз из первой фразы, из которой мы видели, мы понимаем, что речь идет о всяком человеке, о том, кого можно назвать человеком, а человеком следует назвать как бы и женщину, уже никому не было обидно, просто для комментария, и маленького, они тоже называются человеком, то есть любая человеческая душа, которая выходит, то есть человек умирает от удара, все это наказывается смертной казнью. Медраж, пример Медража, взяли, сравнили два пасука, вывели непосредственно из текста, вывели непосредственно из текста Торы. Впоследствии мы с вами познакомимся с Мишной и посмотрим, как Мишна соотносится с законом. Вот, теперь я вижу чат, сейчас мы посмотрим, тут в чате были в основном жалобы на то, что не видно текста. Вот, я попробую открыть чат, текст не видно, так и так, так. В какой степени Медраж это толкование исходящее из самого текста и в какой, а в какой передаче незаписанных незаписанных знаний. В какой степени незаписанных знаний. как здесь можно сказать, как здесь можно сказать, вопрос правильный, а как на него можно ответить на этот вопрос, значит, ситуация, она такова. Можно представить себе, можно представить себе в принципе, то есть, мы как бы попали с вами в довольно сложную тему, в довольно сложную область. Давайте попытаемся представить себе так, что можно сказать, можно идти с двух концов, двумя путями. Можно сказать, что ответ заранее известен, но если ответ даже заранее известен, все равно он должен быть отражен, он должен быть отражен в Торе, должен быть отражен в тексте, так или иначе. Конечно, если говорить о логике, то возможно можно выработать какую-то другую логику, может быть можно сейчас придумать какой-нибудь другой посуг, сюда другой посуг вставить и подключить, начать разбирать и сказать, что это не совсем так, но скажем, это как бы такая посылка она не проходит, потому что мы идем за мудрецами, за их логикой. То есть я представил себе таким образом, что безусловно ответ заранее известен, есть система, скажем, есть так можно сказать юридическая система, система закона, она существует и она известна даже независимо от текста Торы, однако мудрецы считают себя обязанными показать, как эта система связана с текстом Торы, и она действительно связана с текстом Торы, просто скажем, и в чем может быть проблема, кто-то скажет, а я по-другому считаю, а тут нет, тут не проходит, потому что это устная Тора, которая передается от Маше, и поэтому в этом можно видеть как бы и одновременно, и как бы то, что мы можем сказать, скажем, и закон, который и оторван от текста Торы, это окончательное решение, а с другой стороны, это окончательное решение, оно, по крайней мере, проиллюстрировано, что оно находится в тексте Торы, его можно прочитать, и таким образом Тору, как мы можем представить себе, читал Маше, не каким-то другим образом, не, скажем, где-то находя какие-то уже совсем тонкие противоречия или моменты, привлекая какие-то истории, которые могут показать противное, что не всегда за убийство человек наказывается и так далее, за убийство другого человека наказывается, нет, Маше читал именно так, и вот как читал Маше, как его, как закон привязывается к Торе, мудрецы отразили Медраши, это более-менее понятно, есть что-то хочется спросить по этому поводу еще, еще раз подчеркиваю, что и то, и то, и другое, и то, и другое, решение заранее известно, однако, оно не висит, оно не висит в воздухе, и можно увидеть его отражение в тексте Торе, это Медраши, скажем, то есть, если кто-то попытается из текста Торе доказать противное, может быть, у него и получится, если он по-своему будет комментировать слова, если он будет придавать им свой смысл, если он будет находить какие-то, скажем, там, тонкости и детали, может быть, у него и получится, но это в системе изучения Торы не пройдет, потому что, скажем, вот так, вот таким образом читал Тору Маше, и это мы стараемся отразить и стараемся передать. Если есть какие-то разногласия между мудрецами, то мы с вами говорили, что иногда закон Торы, Тора сама похожа на цельную вещь, на которую можно взглянуть с разных сторон и вычленить, отдать предпочтение одной стороне или отдать предпочтение другой стороне. Тут могут возникнуть и разночтения, но в принципе как бы есть вот система прочтения Тора, которая передается от Маше и какого-то другого комментария, слова, они не очень-то допускают. Если это более-менее понятно, если вы ничего в данный момент не спрашиваете, то мы вот я вижу, что в чате еще можно спрашивать, можно спросить голосом. Можно сказать, что Медраж дает своеобразную методику изучения текста Торы. Наверное, наверное, методику изучения Торы, он показывает, скажем, ну, наверное, да, вы, наверное, вы правы, Медраж показывает методику изучения текста Торы. Проблема заключается в том, что не обладая полными знаниями, теми, которыми обладали мудрецы, занимавшиеся этой работой, очень трудно применить, очень трудно применить эту методику самостоятельно. То есть сегодняшнее изучение Торы, оно мы не составляем новой Медражи. Мы не выводим так, как мудрецы выводили законы, мы не выводим их, а мы пользуемся тем материалом, который лежит перед нами, для того, чтобы понять и уточнить те законы, которые нас интересуют, которые могут быть непонятны, мы их стараемся уточнить из того материала, который они нам оставили. Заниматься сами комментарием Торы, даже по той методике, которую они нам показали, мы не в состоянии, потому что невозможно учесть всего того объема, который был в голове, если так можно представить. С одной стороны, да, это методика, с другой стороны, очень-очень трудно эту методику применить сегодня, и мы исходим из их работ, как из данности, кладем их перед собою, для того, чтобы изучить и опираться на них как на знания, но не как на методику позволяющую выводить законы таким же способом, каким выводили они. Например, разбирая талмуд, иногда возникает какой-то вопрос, который очень трудно решить, тогда обращаются к Медрашу, обращаются к Михилте, который очень часто используют, и говорят, что Михилте на вещи смотрят таким-то образом, а тогда становится более понятно, что у нас есть в Талмуде, но не в том плане, что мы берем послуг, историю, и начинаем выводить так же, как выводили мудрецы. Это нам не послугам, не проходит сегодня. Теперь, внимание, дальше, мы с вами делаем следующий шаг, с вашего разрешения, опять же, если нет вопросов, можете спрашивать и голосом, не только писать в чате. Значит, мы познакомились с Медражем, теперь мы постараемся теперь мы постараемся с вами посмотреть разделы Мишны и дальше привести примеры из Мишны. Не знаю, может быть, может быть, нужно было скажем, сначала привести разделы и примеры из Мишны, но я уж так запланировал, давайте пойдем пока по плану, просто познакомимся с разделами Мишны. Так, что мы с вами делаем? Мы открываем с вами разделы Мишны для того, чтобы обсудить их и представить, какими они являются. Итак, шесть разделов Мишны, которые, как мы понимаем, сделал рабе Акива, рассортировав подобно рабочему, который вышел в поле и сортировал зерна, которые выпадали с ним. те шесть разделов, на которые он разделил все учения и все законы, они, скажем, складываются таким образом. Первый раздел. Можно сказать, что когда в дальнейшем мы будем говорить о Талмуде, то в Талмуде есть разделы и есть трактаты. В каждый раздел входит несколько трактатов. Раздел определяет общую тему, трактат дальше определяет более мелкие темы, трактат посвящен более мелким темам. Раздел на еврите называется Седор, порядок, а трактат называется Масехта. Вот в каждом Седоре, в каждом разделе есть несколько трактатов. И вот первый раздел, который мы с вами можем представить себе, это то есть не представить себе, а который находится в Талмуде первым, то, что поставил Раби Акива первым, это Зраим, посевы. Прежде всего Раби Акива хотел выделить те законы, которые относятся к земле, к обработке земли, то, что в его время было самым-самым таким повседневным будничным занятием. Обработка земли, земледелие было основным, и поэтому, скажем, невозможно было представить себе, чтобы человек прожил день, и он как-то не столкнулся с теми или иными законами, которые относятся к земледелию. Будничный день, а следующий день, следующий раздел мы можем представить себе, это праздники, то есть есть будни, это Зраим, посевы, обработка земли, а праздники, понятное дело, праздничные дни, их надо обсудить отдельно. Такова логика Раби Акива сначала в будничные дни. Но в будничные дни трактат, раздел, прошу прощения, Зраим посевы, он начинается, я пытаюсь сделать побольше и получше, а в результате просто у меня часть здесь пропадает. Скажем, если мы сделаем попробуем сделать так, слишком много, здесь теперь подвинем так, вот Зраим, да, законы земледелия, и мы видим, что это Раби Акива начинает, то есть разделы и подразделы трактаты, это все как бы делал Руб Раби Акива и его учеников. И вот первый в земледелии, законы земледелия, первый трактат это брахот, это благословение, потому что человек ест плоды рук своих и первое, что он делает, он говорит благословение Всевышнему за то, что он дал ему. Раби Акива начинает с этого брахот благословения, когда начинает говорить о благословениях, начинает говорить и о молитве, и об обязанности читать Шма, и затрагивают многие другие темы. То есть мы видим, что изучение как бы осталось хотя бы в какой-то степени ассоциативным, когда одна тему влечет за собой другую, тянет за собой другую тему, и все вместе переплетено, и осталось также переплетение и закона, и, так сказать, мистического учения, эзотерического учения, потому что когда мы говорим уже не только о Мишне, а говорим о Талмуде, то там присутствует и Агада, истории, которые очень часто являются непростыми историями, а указывают на смысл, на смысловую сторону закону, и иногда на такие, скажем, эзотерические, мистические пласт закона. Итак, Брахот, как мы с вами понимаем, первое, с чего начинает радиатива, благословение, молитва, чтение Шма, и здесь почему установили молитву, и в какое время установили молитву, и так далее, и так далее, это все входит в трактат Брахот. Дальше идет трактат Пиа. Пиа, как мы с вами помним, это кусок поля, край поля, который оставляется для бедных, так как то разогретило даже на поле до конца, край поля надо оставить для бедных. И здесь рассматриваются все законы, касающиеся этого края поля, а можно край поля оставить в начале или нельзя оставить в начале, а можно его оставить в середине поля, а сколько нужно оставить, положено оставлять, а можно ли позвать кого-то из своих бедных знакомых, чтобы они забрали этот край поля, или ты должен оставить всем, все эти моменты разбираются здесь подробно. следующий трактат это Дмай. Дмай рассказывает, Дмай это трактат, скажем, рамейское слово, которое можно перевести как может быть, относится к тому урожаю, от которого не отделили те части для коленов и для бедных, которые должны быть отделены по закону. Мы знаем, что по закону сначала отделяют небольшую часть, которая называется трума, ее нужно отделять в состоянии ритуальной чистоты, передают когенам для того, чтобы они ели, когены едят это как жертву, хотя это скажем, просто часть урожая, отделяет ее кто-то из Израиля, когены едят это как жертву в состоянии ритуальной чистоты, если эта часть нечистая, то она сжигается, а не используется никакие другие цели. Потом, скажем, я говорю примерно, не вдаваясь в подробности, потом отделяется десятая часть для левитов, левитые часть свою отделяют, десятую часть от своего отделяют когеном, потом десятая часть отделяется для бедных, и есть годы, которые называются второй урожай, вторая десятая часть, которая отделяется не для бедных, а для того, чтобы человек принес эту часть своих продуктов в Ярушалаем, и съел ее там в праздничной атмосфере вместе со своей семьей, с бедными, которыми он пригласил. Дмай это тот урожай, который непонятно отделили от него труму, отделили от него нужные десятые части для левитов, для бедных, или в определенный год для того, чтобы принести это в Ярушалаем, совершенно непонятно, поэтому спрашивают, есть ли обязанность отделять самому, если ты купил непонятный урожай. Здесь постановление угрецов относительно вот такой покупки урожая, от которого непонятно отделили нужные части. Дальше идет трактат Келаем, который рассматривает законы, запрещающие выращивать вместе разные растения, особенно пшеницу и виноград засаживать вместе, так, чтобы они своими корнями питались из одного и того же места. И вот трактат Келаем занимается этими вопросами. Дальше Швейд, речь идет о седьмом годе, потом Трумот, та небольшая часть от урожая, о которой мы говорили, который отделяется для Каленов, Масарот, десятые части, которые нужно отделять, и Масар Шинни, отдельно рассматривается второй Масар, тот Масар, десятый час, который нужно принести в Ирушалай. Дальше разбирается Хала, то есть небольшой кусок от замеса, который нужно отделять также Каленом, Орла, это запрет есть плоды первые три года после того, как дерево посажено, и Бекурин, плоды, которые необходимо принести в храм. Вот если мы хотя бы бегло представляем себе, представили себе трактаты, которые входят в раздел пассивы, то мы уже начинаем представлять себе работу Рага-Акибу, которую он проделал и как он преобразовал все наше учение. Окей. Так, я просто посмотрел в чат, здесь вроде нет вопросов, пожалуйста, если что-то хочется спросить, пожалуйста, если нет, то у меня есть еще для вас материал, я все время хочу, чтобы не вложить. Расеев, можно вопрос? Да, да, да. А вот это про дерево, почему три года? Есть какое-то объяснение или нет? Пожалуйста, пожалуйста, это как бы не входило в мои цели, как вы понимаете, моя цель познакомить вас с объемом всего учения, так как его представил Рага-Акиба, но если вы спрашиваете, обязательно мы постараемся ответить. Орла, да, первые три года после посадки дерева, включая виноград, все, что называется деревом, да, нельзя есть плоды, нельзя их никаким образом использовать, даже нельзя их скормить животным, нельзя сделать из них удобрения, они просто подлежат уничтожению, да, на четвертый год, это плоды называется нет рыва, это плоды четвертого года, их приносят в Иерушалайм и праздничная, в праздничной обстановке едят в Иерушалайм, если человек не может прийти в Иерушалайм, то он как бы выкупает эти плоды, отпладывает деньги, которые впоследствии он потратит в Иерушалайме на жертвы, на праздничную еду. Смысл заключается, скажем, да, смысл заключается в том, что мы видим, что мы здесь попали в область, мы попали в область, которые связывают человека и Всевышнего, когда мы попадаем в область законов, касающихся земли, то здесь есть, конечно, законы, которые связывают человека и человека, вот это обязанность, скажем, помогать бедным, не дожинать всю боль, давать им десятую часть, это все как бы понятно, хотя и здесь тоже есть сторона такая, которая не совсем понятна связывает человека и Всевышнего, как бы, да, но, в принципе, скажем, мы попали в область законов, которые связывают человека и Всевышнего, да, скажем, да, что мы можем, что мы можем с вами сказать, да, что у, скажем, у земли, если так можно сказать, да, у земли есть своя сила, которая наиболее, которая наиболее, как бы, выражена в дереве, она меньше выражена, она меньше выражена в траве, да, хотя трава в таких растениях, как пшеница, да, хотя, может, пшеница, она такая непосредственно связана с землей, как трава, но, как бы, дерево, оно больше выражает силу земли, скажем, оно накапливает в себе силу, накапливает в себе силу земли. Мы знаем, что земля, земля была наказана, земля была, земля была поражена, да, и человек даже вообще не мог питаться, Адам, он вообще не мог питаться от земли, потому что она выращивала, не выращивала колючки, да, потому что влияние материи, в том числе и земли, стало очень сильным. Раньше Адам до греха, он влиял на весь мир, он его возвышал в духовном плане, вот, а потом получилось так, что материя влияет на него, поэтому Всевышний сказал, ты от земли есть не будешь, да, по крайней мере, пока не пройдет определенный период, да, ты не будешь есть от земли, только колючки, ты будешь сеять пшеницу, она тебе будет выращивать колючки, да, код, сведардард, от смех, только колючки и такое перекати поле, это то, что оно сорняки, то, что оно тебе, то, что земля будет тебе выращивать, даже если ты посеешь пшеницу, все, от земли ты питаться не будешь, да, ищи способ, ищи способ, как, чем тебе жить, да, и как исправить, как исправить ситуацию, да, это, скажем, на святой земле, где действуют эти законы Урла за пределами земли Израиля, по большому счету законы Урла не действуют, на святой земле, которая мы знаем, она сохранила свойства допотопной земли, ту силу, которая, скажем, да, была допотопа, по крайней мере, в какой-то степени, в какой-то мере, здесь, вот, появился такой закон, что дерево, которое, как бы, является выражением силы земли, да, которое дает плоды, дает плоды много раз, не один, и дерево вообще, с точки зрения Галахи, называется то, что на одной и той же ветке дает плоды несколько раз, да, то есть, вот, сила такая земли, которая накапливается в дереве, она требует от человека, требует от человека устранения от, устранения вот этой силы, да, пока она, пока она, как бы, пока она, пока она еще, как бы, в своем, если так можно сказать, в своем расцвете, в своей полноте, да, первые три года, когда дерево растет, когда оно впитывает силы земли в себя, это время человеку нельзя есть, есть плоды, да, причем запрет, как бы, довольно строгий, не только есть, но и пользоваться этими плодами нельзя, ни животным, ни продать их, ничего невозможно, вот, не продать их, скажем, евреям, на которых не распространяется закон, возможно, да, это просто требует уничтожения, и это связано с, как бы, да, с невозможностью и воспользоваться полностью, как бы, силой земли, напоминанием о том, что она требует исправления, да, требует исправления, и что человек не должен подвергаться влиянию материи, а он должен влиять на, должен влиять на материю, вот как-то можно представить себе так, примерно этот закон, что такое, как же их можно уничтожить, я не поняла, как можно, если их нельзя как... их выбрасывают просто, просто выбрасывают, скажем, да, не обязательно сжигать, можно сжечь, можно просто выбросить, можно там, скажем, да, не на участке, как удобрение, а в каком-то месте просто выбросить эти, выбросить эти плоды, но если их съедят там дикие животные, скажем, там, так это, как бы, уже не твоя проблема, да, но ты ими не пользуешься, ты от них не получаешь никакой выгоды, да, это примерно, конечно, да, вот, скажем, да, нужно заметить, что, можно заметить, что само слово орла, да, это как бы та часть, которая, вот при обрезании, когда делается обрезание, то та часть, которую отрезают, скажем, отсекают, она называется орла, то есть то же самое, параллельное название, которое указывает на то, что есть необходимость как бы уменьшить силу материи, отстраниться от силы материи, с которой человек, с ту силу, с которой человек как бы не может справиться, она вредит ему. Потом, да, плоды земли Израиля, скажем, есть заповедь, есть эти плоды, они помогают человеку, но тогда, когда бурлит эта сила материи, когда она бурлит в дереве, есть обязанность отстраниться от этой силы. Равзиев, я правильно поняла, что в Галуте это не соблюдалось, или все равно нету, нету обязанности урла за, по большому счету, по большому счету, нету обязанности урла за пределами земли Израиля, потому что, как мы не помним, все ли были все ли участия, я могу напомнить, да, что, скажем, допустим, потопа земля изменилась, и допотопные свойства земли, которые заключаются в том, что у человека есть силы влиять на материю, а с другой стороны, и у материи есть большие силы влиять на человека, это свойство сохранилось только в земле Израиля, поэтому, и если говорить просто о плодах, то есть заповедь, есть плоды земли Израиля, мы помним рассказ, что говорится, что воздух земли Израиля умудряет, естественно, что не только воздух, но и плоды земли Израиля, они также умудряют и исправляют человека, дают ему основы какие-то для исправления, то здесь есть такая позитивная сила влияния, только как бы не в момент роста набирания материи этой силы, когда растет дерево. Мы помним рассказ о Равио Ханане, который, кстати, приводится в трактате «Брахот», как Равио Ханан и его ученики выходили в сад «Геносар», в сад, который растет у озера Кеннерин, и там ели плоды. И каждый, и каждый из мудрецов, он раскрывал то свойство, которое он хотел достичь. У одного пропадало дубное желание, другой начинал понимать всю Тору, так что никакие моменты не оставались вне его головы, и все оставалось понятным. Другой набирал силы, силы борьбы за свободу и так далее. Каждый это плоды земли Израиля. Они оказывали влияние, положительное влияние на духовную силу, на духовную силу человека. Наверное, конечно, это для Равио Ханана, который умел это делать, который, скажем, умел так сосредоточиться, так, как сегодня назвали силой медитации добиться вот такого влияния. Но, в принципе, плоды земли Израиля, они оказывают положительное, если не такое явное, но положительное влияние они оказывают на всех людей. Опять же, однако, есть условия, которые ограничивают первые три года плоды. Окей? А сейчас тоже стараются эти три года соблюсти? Это обязательно, не то, что стараются, это обязательный закон, строжайший запрет, после того, как ты посадил дерево, есть его плоды, есть его плоды первые три года. Поэтому, если люди покупают деревья, они стараются покупать их вместе с землей, то есть, так, чтобы, скажем, пересадка дерева не считалась его посадкой заново. Если у дерева в кадушке, в каком-то мешке, достаточно земли для того, чтобы оно могло само поддерживать свои жизненные силы достаточно долгое время, то вот, если пересадить вместе с такой землей, то это не считается посадкой дерева заново, поэтому стараются его покупать. А в принципе, если сажают новое дерево, плодовое, то три года не едят его плоды, и это связано с виноградом, с виноградником, есть специальная система у главного равената, которая следит за этим делом, скажем, все плоды, то, что покупают за пределами земли Израиля, скажем, если неизвестно, что это плоды в земле Израиля выросли, то их можно покупать просто плоды, просто без всякого равенского надзора. в земле Израиля обязательно нужен вечер, нужен кашу на все фрукты, и один из моментов это вот орла, чтобы не было фруктов, которые дают дерево первые свои три года после посадки. Есть что-то, что еще хочется спросить, я боюсь начинать новую тему, скажем, то, что я стараюсь сделать, чтобы мы как бы разбить монотонность некоторую, потому что если сейчас сделать такой академический курс, то вам станет скучно, поэтому я постараюсь, как бы мы рассмотрим все трактаты, все разделы и все входящие в них трактаты, но все-таки по дороге мы постараемся еще посмотреть информацию про радиоакивы и про его учеников, чтобы не было такой рутиной, которая начинает быть тяжелой. Окей. У меня, как всегда, просьба, если у вас нет вопросов, мы потихоньку будем закругляться, писать ваше реакции относительно занятий, что вам представляется полезным. С моей стороны, с моей точки зрения, мы должны познакомиться с вами с основами иудаизма. сейчас мы занялись проблемой передачи Торы из поколения в поколение, что является само по себе очень развернутой и очень сложной темой. Но вы, пожалуйста, пишите свои пожелания. Так что, чтобы я знал, что вас интересует, и мы могли бы хотя бы вставить, если не переключиться на то, что вы предлагаете, хотя бы вставить то, что вас интересует. Окей? Хорошо. Я тогда всех поздравляю еще раз с праздником. Надеюсь, что мы с вами плодотворно поработали. Еще раз напоминаю, что мы с вами сражаемся на переднем фронте всегда, потому что, скажем, упорядочены вопросы, осмысленные вопросы, и, скажем, роль Раби Акива и его работы это очень редко и очень мало разбирается где-то, особенно по-русски, тогда вообще практически трудно найти эту информацию. Так что, я надеюсь, что мы с вами плодотворно очень поработали. Я еще раз всех поздравляю с праздником и проверяю чат, да, не вижу новых вопросов, тогда мы с вами, скажем, попрощаемся до следующей встречи. Всего-всего самого доброго и хорошего праздника. Спасибо, Рабзеев. До встречи в Иерусалиме, Рабзеев. О, это самое лучшее, самое замечательное. Так, сейчас мы смотрим, что мы здесь должны сделать. Натан, раз, два, три. Скажи, Натан, я должен остановить запись. Натан, тебя не слышно, со звуком проблема у тебя.